Доброе утро! Мы находимся в отеле... Как называется отель? Тара Плейс в Бангкоке. Маленький... Сколько звезд? Трешка. Маленький 3-звездочный отель с очень милыми номерами, ну такой вот маленький, вполне себе неплохой номерок, с большущим телевизором, который мы даже не включали, с холодильником, это мы с собой переноску носим, потому что обычно в отелях сложности с тем, чтобы всем хватало розеток. Хороший интернет, кондиционер, который лучше ночью не выключать, потому что можно задохнуться. Ванная, комната, душ, туалет, тоже маленькая, но удаленькая. Завтрак включен, обычный завтрак. Яичница, бекон, тосты, кофе. Вот такой вид из нашего номера. Прекрасно, правда? Вместе с нами просыпался шумный Бангкок. Торговцы едой выкатывали свои тачанки с погруженными на них свежими продуктами. Кстати, такие торговцы неплохо зарабатывают и имеют возможность учить своих детей в вузах. Кто-то возвращается после ночного буйствования домой, смело пересекая дорогу. А кто-то развлекает своих друзей игрой на флейте. Весьма посредственной стоит заметить. Тайские девушки или парни прихорошились и тоже спешат куда-то по своим девичьим делам. Женская конкуренция присуща тайским девушкам в той же мере, что и нашим. Общественный транспорт выходит на свои ежедневные маршруты. Понедельник – день тяжелый. Это правило распространяется и на Бангкок. Отлично прочувствовать городскую жизнь неизведанной страны можно, постоя в пробках. Одно спасение – кондиционер в салоне авто. «Почему ты не загорел?» – спрашивали меня по возвращению домой. Вот почему из машины старался не вылазить. Огромный вантовый мост, раздолье для доморощенных человеков-пауков. Отличный городской пейзаж. И провода красиво попали в кадр. Я уже рассказывал вам про количество проводов над головами тайцев, так что привыкайте. Это такая же часть пейзажей, как и пальмы. Нежный байкер. Вдыхать грязный воздух он, видите ли, не хочет. Тем временем мы уже который час кружили дорогами Бангкока, чтобы найти известный рынок на воде. Мы долго ехали на рынок, который находится на воде в Бангкоке. Просто кружились, невероятное количество времени по всяким развязкам. Кое-как мы все-таки нашли его. И что вы думаете, в понедельник рынок не работает. Поэтому будьте внимательны и когда вы едете куда-то, уточняйте время работы и дни. Потому что мы потратили, получается, несколько часов просто зря. Не соло нахлебавши, мы сели в машину и вновь погрузились в бетонные джунгли. Обожаю путешествовать по стране на машине. Сколько всего интересного можно увидеть. Только головой кружить успевай. Судя по этому, в Таиланде Пепси в рекламе не нуждается. Хотя рекламу тайцы очень любят. Она стоит повсюду и порой огромных размеров. Металлолом бережно собирается под навесом, затем прессуется в брикеты и куда-то увозится. Хищник на улицах Тая. Мототранспорт в Таиланде крайне многофункционален. Вот передвижная кухня. Таяц едет, а у него за спиной что-то вкусненькое жарится. Грузовой мотовоз. Нет ничего, что тайцы не могли бы перевезти на мотоцикле. А это уже тяжелая артиллерия. Пикап. Как я уже говорил, пикапов здесь как грязи. Хотя нет, пожалуй, грязи меньше. Иногда пикапы тюнингуют под комфортабельный пассажирский транспорт. Ну а что, все же лучше, чем этим хрюшкам. Архитектура Таиланда местами сильно напоминает мне Дикий Вест. Не хватает только ковбоев, выглядывающих из окон. СК Плаза. Какой-то унылый торговый центр за городом. И то с КФС. В Киеве первый КФС открылся только недавно. Практически все труженики, работающие на улице вблизи дороги, тщательно укутывают свое лицо платками, чтобы не дышать выхлопами и не глотать пыль. Все это напоминает картину «Ходячие мертвецы». Только ленивый не упоминает, что в Таиланде очень любят своего короля. Его изображение в золотой оправе можно видеть повсюду. На многих фотографиях король запечатлен со своей фотокамерой. При близком рассмотрении мы выяснили, что камера короля марки Кеннон. Подумалось, что должно быть в Таиланде Никон запрещен на государственном уровне. Вы думали, что динозавры уже вымерли? А вот ничего подобного. В Таиланде они еще живее всех живых. А если динозавр умрет, то ему можно поставить такой вот жертвенник и класть туда бананы. Суровый водитель грузовика. Тайский полисмен за весь автопробег нас ни разу не останавливали. Да и вообще дежурных постов мы не встречали. Если тайцам нужно что-то сделать, они просто делают это посреди дня. И ничего, что на междугородной трассе образовалась огромная тянучка. Те самые «Ходячие мертвецы». Разметку рисуют новую. На светофорах тайцы частенько продают душистые травки, которые вешаются в машину как ароматизатор. Мы так и не расщедрились на такое счастье. Тайцы очень добрый и толерантный народ. Нам повезло застать поезд на железнодорожном переезде. Сам дизельный локомотив уже выглядел самобытно и архаично. Но то, что было вцеплено за ним, я не ожидал увидеть. Да-да, это самый настоящий паровоз, полностью загруженный дровами. Похоже, наряду с крутыми электричками на эстакадах, в этой стране все еще используют паровой двигатель. Пришло время обеда. Нет, не подумайте, мы не стали охотиться на эту говядину. Просто мы остановились на обочине в надежде найти место, где можно покушать. У нас небольшая остановка возле какого-то храмового комплекса. Мы здесь хотим найти что-нибудь покушать, просто отдохнуть в дороге. Как бы здесь переправка через это очень активное движение. Там есть переход? Нет, нет. Я посмотрю, может, там еда есть. А как же мы туда доберемся, в Суфигу автобус? Здесь общепита мы не нашли, поэтому пришлось проехать еще некоторое количество километров. Я словно не острая, я давно поняла, я пытаюсь высказать. А острая можешь что-то? Острая могу сказать. Расскажи что-нибудь острое. Я словно не острое. Нет, наоборот, острое. Я на воду это сладкое кушаю. Вот этот острый суп, что мы вчера делали. Кроме водички я ничего не могу есть. Вот он-то и дело. Но я хотя бы, может, все тоже и под тай, допустим. Ну, как бы, я просто не знаю, какая-то новая порция. Я не знаю, какая-то новая порция. Я не знаю, какая-то новая порция. Я не знаю, какая-то новая порция. Закажите. Смотри, какие чашки прям со льдом. Мы попали в придорожное кафе, где никто не понимает по-английски. Приходится объясняться по пальцам. Или называть те блюда, которые мы знаем. Мы знаем, мы немного. Том-ян, под тай. И все. Рикола. Помните, я говорил, что буду есть с Том-ян каждый день. Вот я здесь заказал в это кафе. Выглядит он здесь совершенно иначе. Не так, как вчера. Он не такой красивый. Посмотрим, какой на самом деле вкус. А это все. One more. Вот здесь шлю. Все, собственно говоря, должно быть правильно. Мы подожреваем, что здесь именно, да, вот, настоящее. То, как оно и должно выглядеть. Тут мне еще рис подали. Крис, сука. А, ложечка. Стоящее. По дороге к своей цели нам встречались разные животные. Драконы, слоны и даже тигры. Но вот равнины стали сменяться холмами. То, что в Таиланде есть горы, тоже как-то не укладывалось в мое представление о стране. Очередная остановка для кофе-брейка. Было дорого и не особо вкусно. Судя по всему, место остановки туристических автобусов. Мы остановились в придорожном кафе, чтобы попить кофе, сходить в туалет. Вот что мне понравилось, что в туалете я не нашел кнопку смыла. По-моему, это делается вот этим вот черпачком. Может, я что-то не понимаю. Слышишь, а у тебя был там смыв? Нет. А как? Ну, у меня была слева бочка с водой. И черпачком, да? Да. Там этого нету. По весь черпачок. Я воспользовался. Ну да, я тоже. Отель, в котором планировался наш ночлег, находится на речке Квай. К этому месту людей доставляют исключительно по воде. Но мы же искатели приключений, у нас есть машина и GPS. Так мы выяснили, что к отелю таки есть дорога через джунгли. Я не буду перечислять те нецензурные слова, которые произносил наш водитель в то время, как мы ехали по этой дороге, на совершенно непредназначенном для этого автомобиле. Однако опытным путем мы доказали, что до отеля можно добраться по суше. Мы в джунглях, настоящих джунглях. Здесь не ездят на машинах, но мы ездим, потому что мы отчаянные ребята. А вот оставил слон следы. Следы слона. Стой, стой, Костя, мы садимся. Немного не доезжая до берега реки, на пути встретился одинокий буддистский храм. Конечно, он не заброшен, здесь живут монахи, но увидеть такое в лесу было очень и очень неожиданно. Сейчас мы находимся в джунглях, где нашли какой-то маленький буддистский храм. Очень маленький и не видно вообще здесь ни людей, только кто-то на слоне проехался там вдалеке. Очень все это необычно выглядит и здорово, просто какая экзотика. Какая-то вообще роща бамбука или что-то такое. Обойдя храм вокруг, мы продолжили свое движение. Вы тяжелые, блин. И уже совсем скоро оказались в маленькой деревушке на берегу реки Квай. Здесь мы бросили свою машину под лестойло для слона и дальше отправились пешком. Мы наконец-то добрались до отеля. Да-да, в этих джунглях есть отель, причем очень-очень такой экзотический. В нем нет электричества, нет интернета, нет вообще ничего, нет связи. Здесь только природа и вы, в данном случае мы. Еще я. Ну и вы тоже можете заглянуть теперь вместе с нами. Прямо к отелю подъехать нам не удалось. Приходится тащить свои сумки по вот этой всей присылочной дороге. Ой, какие хорошие. Ой-ой-ой-ой-ой. А ну иди сюда. А ну-ка, ну-ка. Ну-ка, кто тут у нас такой? Ну кто? Ой, какой хороший. А ты что? Славный малыш. Иди сюда. И ты иди сюда. Так, ну у меня сидите, собирайтесь, а? Все, пока, малыши. Так, начинается. Кто за мной бежит? Вот он, наш отель, на расстоянии вытянутой руки. Наконец-то мы добрались. Главное, до наступления темноты. Вот и виден отель, наконец-то мы дошли. А, че, нет, я просто даже не ожидал, что мы в таком крутом месте окажемся здесь. Я иду по мостику к отелю. Чтобы здесь не провалиться вообще. Ух ты, здесь сделаны из пробок какие-то штуки. Рецепшн. На рецепшне были в шоке, когда узнали, что мы приехали сюда на машине, потому что были уверены, что это невозможно. Массажное отделение, мы здесь пойдем сегодня массажировать стоп и ног. Люди купаются. Мы тоже планируем покупаться, да? Да, отключите, наверное, да. Включите свет, темно в номере. Показать нечего. Но пока светло, да, проводим экскурсию по нашему номеру. Есть окно, можно открыть. Есть окно, а как? Давай откроем. Оно открывается изнутри. Так. Ооо, по гостях у сказки. Так, теперь-то лучше. А вот, как там мультики. А теперь я вам расскажу сказку про речку Квай. Вот это спасет нас от комаров. Которых здесь нет. Потому что мы это распустим, и это полностью закроет нас пеленой. Это моя кровать, ладно? Ну, ладно. Туалет отлично. Душек типа вот сразу даже нет. Стены отличные в туалете. Изоляция стопроцентная. Стопроцентная. Самое главное, если послушать спуск. Сейчас. И что? Все в речку. Ну, то есть слышно, что в речку капает. Супер. Мы сейчас будем купаться в этой речке. Ю-ху. У нас полотенце. О, гамак. Вот таким образом мы будем сегодня почивать здесь. Самое прикольное то, что слышно, что говорят в другом номере. Да, и мы будем слушать сегодня ночные. Надеюсь, что там будут разговаривать. Разговаривать, да. По ночам. И ничего более. Тут по утрам ходят слоны. Да ладно? Серьезно. Посмотрите, выходим. О, по слону идут. Побежали ходить. Их кормили как раз там на мостике. Прикольно. Если нам повезет, то мы тоже погормим слоников. Супер. Мне здесь нравится. Самое главное, нужно будет проверить, работает ли здесь интернет. Что тут еще у нас интересного есть в номере? Какой-то столик. Смотри, столик. А, это вешалка. Это шкафчик. Мусорка. Есть. Мусорка. Так, а душ где? Ты говорил, тут есть душ. Тут есть душ. Я пропустил душ. Вот это? Видишь душ? Ага. Тут туалет и душ прям совсем в одном помещении. То есть, что, а как? Просто заливать пол и все. А какая разница, речка же внизу, да? Опахало. Опахайте меня. Нам принесли свет. Электричество в наш номер подвели. Тут, кстати, во всем отеле пахнет керосином. А все почему? Потому что вот источники света единственные здесь. Это керосин. Ну что, мы будем купаться сейчас? Все, можно купаться. Мы сейчас будем купаться. Ю-ху! Мы пришли ловляться по реке, зайти покупаться. Но, к виду, приждай, говорят большое течение. Если вы сейчас поедете туда, попробуйте на ту сторону, как вы выйдете, вы потом на ладу можете не вернуться. Очень тяжело с нас. Как да? Ты собираешься вот на ладе выпадать грязи? Да. Ну что, к следующей. Нет? Я могу сливать. Что-то меня куда-то не туда. Что-то пошло не так. Главное не пить воду. Давай, давай кто-то нырнет до дна. Тут большое течение, поэтому мы, чтобы не рисковать, одели эти жилеты и как амебы такие плаваем, грифуем просто по воде. Ну круто. Не надо даже ничего ни руками, ни ногами махать. Просто сплавляешься по реке. Ну вот меня сейчас несет прямо под отель. Посмотрим, чем все это закончится. Оу! Пока, Себе! А давайте кто туда первый доплывет до места старта. Ну что, вы хотели бы точно так же поплавать, побывать в этом отеле? Если да, ставьте лайки под моим видео. Подписывайтесь и все такое. Так, нам надо уже тормозить. Я просто пропустил выход. Эти тень что? Я вам скажу, течение реально сильное. Служба спасения 911. Камеру давай, а сам плыви. Потому что камеру... Ты не знаешь. Есть, он сделал это. Раз, два. Ну давай уже. Где-то там был наш номер. Где-то там, вдали. Счастливые туристы плывут на двух лодках, машут ручками друг к другу. Ой, привет! Привет! А я помашу ручкой своим читателям, подписчикам, фолловерам и всем остальным. Всем привет! Еще раз хочу напомнить, подписывайтесь на мой канал, и вы увидите массу всяких приключений. Что такое? Твоим нельзя залезть туда. Все, я поплыл. Реально сложно залезть. Наши балконные цветочки в Таиланде. А мы идем сейчас на тайский массаж. Настоящий тайский массаж. Никогда в жизни еще не испытывал на себе. А как ложится? По-моему, вначале вот так. А что ж у меня мокрая голова? Могу сказать, что здесь массаж достаточно мягкий и практически не больный. Самое оно, как для первого раза. Мне давят ноги. В этом массаж заключается. Они, кстати, синхронно сейчас работают. Да, и у меня. На перегонке. Не, они именно решили так, типа, изучить синхронное искусство массажа. Нам разговаривать вообще можно или это, а? Ну, такой, средненький. Больше всего мне понравился в этом отеле, где мне дали айпад. А там рядом массаж. У него так вот и будут мять, да? Постоянно. Да, они будут лучше дыраться, дыраться. Потом ты еще можешь делать. Потом завор у нас хватит. В общем, сейчас мы проходим процедуру тайского массажа. Вы можете наблюдать за этим прямо онлайн. Сам массаж будет длиться около часа, пока мне мнут правую ногу. И я пока еще не могу сказать, нравится мне это или нет. Тебе, Леша, нравится? Пока никак. Ну, пока никак. И мне пока никак. У массажистки такие теплые руки, горячие, я бы даже сказал. А я бы предпочел, чтобы они были холодные. Потому что мне и так жарко. Жигучие тайки. Будем называть их полячками, чтобы они не догадывались. Для них наша речь выглядит очень грубой. Да. А я еще буду по-украински разговляться. Ну, разумеется, все. О, так, это же совсем меньше справа. О, дошли до ступен ног. Они мнут мои пальцы. Пошла левая нога. Так, ну, я, в принципе, понял уже суть массажа. Теперь я могу сам практиковать такое. Сам продолжить? Нет, не продолжить, а практиковать такое потом. На других людях. Не на себе. Главная фишка отеля заключается в том, что в нем нет электричества и других благ цивилизации. Когда наступает ночь, в отеле зажигают керосиновые лампы. Конечно, долго жить в таком отеле такие заложники цивилизации, как я, не смогут. Но одну-две ночи здесь провести можно, отдохнув от суеты. Ну, а после купания, массажа наступило время ужина. Под звездами, при лампах, на воде и открытом воздухе. По-моему, на моем лице все и так написано. Сплошной кайф. А это наш ужин. Все блюда с изюминкой. Хотя конкретно я уже не могу ничего описать.